Всем привет! Итак, у нас первый пилотный выпуск с отвратительным звуком на два вида крафтового пива, которые завезли в магазинчик. Выкладывая посты в инстаграм, было понятно, что можно много расписывать про то какое-то пиво, можно показывать фотки, но совершенно непонятно, что за эти деньги ты покупаешь, потому что, как говорится, лучше один раз попробовать или увидеть. Ладно, если коротко. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот берлинер Вайсе, ты немецкий учила, правильно? Вайсе. Так, берлинер Вайсе от компании Black Cat Brewery. Что они из себя представляют? Изначально пацаны хотели стать дистрибьюторами крафтового пива, но что-то сильно увлеклись и решили варить редкие сорта, которые уже, ну, типа, чтобы отечественные наши ребята, соотечественники могли попробовать классные сорта, у которых большая длинная история. Например, берлинер Вайс отберется в начало аж с 1526 года. Тонкий пшеничный эль, отличный, с содержанием пшеницы не меньше 50%. Был очень популярен в Германии, но потом был вытеснен их местными лагерами. Вот пацаны из Подмосковья, из Black Cat Brewery, решили сделать свой сорт и познакомить нас с ним. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Вильный бокал, потому что я считаю, что ароматика так лучше раскрывается. Я не знаю, видно цвет, нет? Короче, выглядит это как томатное газе. Давайте я сейчас чуть-чуть поподробнее покажу и сблизи, как это выглядит. В общем, это вот такая вот история, достаточно плотная, даже, возможно, с какими-то, не знаю... Ну, хлопья это неправильно будет сказано. Так, что мы имеем за эти деньги? Слушайте, ну, аромат это прям действительно есть что-то ягодное, есть прям четкая тема газе. Не знаю, не должна быть, но присутствует. Пробуем. Короче, несмотря на то, что это, типа, классический пшеничный эльф, в данном случае это кислая ягодная история. Она плотная, она абсолютно не сладкая. Всем любителям кисляка это зайдет, зайдет 100%. Сказать что-то больше нельзя. Прям летом, холодненькую, в жару, милое дело, пушка. Четкая ягодная газа. Очень крутое. Ну, по крайней мере, такие первые ассоциации. И это бомба. Попробуем следующий экспонат. Это у нас, я не читал историю, не читал предварительно, что из себя представляет этот напиток. Это яблочный сидр с добавлением бананового пюре. Сухая, должна быть кисленькая штука. Смотрим, пробуем. Даже неизвестно, кто ее делает. Честно. Ну, то, что ее делают у нас, это 100%. А, Gravity Project. Тоже достаточно известные ребята. У них линейка большая по поводу этих сидров. То есть там с разными и манго, и маракуйя, по-моему, есть. Пахнет интересно. Так. Ну, я не знаю. Видно цветовую палитру. Классический пшеничный L. На запах это невероятно сильно пахнет бананом. Вот знаете, как фрукта няня. Вот детские соки вот эти. Прям четко один в один запах. Пробуем. Это тоже сухая история. Банан дает сладость, но сухой яблочный сидр дает вот эту свежесть, дает какую-то кислинку приятную. Короче, это вот для тех, кто любит ягоды, это раз. Для тех, кто любит фрукты, в частности, банан, это два. Кисленько, невероятно освежает. И в жару, блин, это самое то. Вот реально. Я сейчас с удовольствием допью банан. Он мне понравился больше. Хоть он, кстати, не такой плотный. Но... Знаете, на чем похоже? В магазине на кране есть манго. Манго-милкшейк разливной. Очень похожая история, только банановая. Также не сладкая, тоже достаточно плотная. Единственное, у него, у этого сидра нет хмелевой горчинки в конце. И он все-таки отдает яблокам. Там больше это манговая история. Но, блин, их можно сравнить, они очень похожи. Тем, кому нравится манго, вот это зайдет 100%. Тем, кому нравятся банановые фрукты няня, зайдет 100%. Тем, кому нравятся ягодные морсы, must have. Просто. Вот еще раз напомню. Два вот таких напитка у нас сегодня было. Это пилотный выпуск. Если зайдет, если эта информация окажется полезной, выпуск, пролайкайте, как-то я увижу хоть какую-то обратную связь, что типа, да, это было полезно, блин, продолжим снимать. Почему нет? Короче, мой однозначный рекомендацион, это банан. Я прям влюблен просто. Как будто пьешь детский сок, но при этом дико хмелеешь. Все. Всем пока. Рад был увидеться. Надеюсь, это имело хоть какой-то смысл. Классной недели. Всем оре-во.